Сборная Кыргызстана по Кокбейруи разгромила Казахстан в финале Игр Кочевников со счетом 15-3. Таким образом, наши спортсмены выиграли золотую медаль в этих состязаниях. Как отметили гости из Казахстана, игра прошла честно и победил сильнейший. Рассказывает Нургуль Саматова. Финальная игра по Кокбейруи стала кульминацией Игр Кочевников. Именно этого поединка ждали гости все шесть дней и ожидания оправдались. Игра была очень зрелищной. Состязание проходило жестко, но честно говорят судьи, к этим играм кыргызстанцы готовились долго. Ведь три года назад сборная Казахстана одолела наших спортсменов. Сегодня два братских народа, наследники древних кочевых держав. Вновь сошлись в поединке. На первых же секунда гости взяли УЛАГ и могли открыть счет, но Нурджигит Мирзабаев не реализовал свой момент. А на четвертой минуте Манас Ниязов был удален с поля на две минуты. И казахстанцы получили численное преимущество. Гости активно атаковали и имели несколько возможностей открыть счет, но сборная Кыргызстана выстояла. На седьмой минуте счет открыл Манас Ниязов. Он вошел в игру со скамейки штрафников и забросил УЛАГ в тай казан сборной Казахстана. В следующие два периода кыргызская команда практически не дала возможности сопернику забросить козла в свой котел. Итак, сборная Кыргызстана победила со счетом 15-3 и во второй раз завоевала золото игр кочевников, а серебро досталось казахам. Ну это спорт, побеждает всегда сильнейший, у кого больше желания, больше упорства, больше тренировки. В составе сборной Кыргызстана отличились Рустам Теналиев, Улан Насакеев, Сейдбеканарбекулу, Темир Молдакулов и Манас Ниязов, который пять раз успешно атаковал тай казан соперника. 23-летний уроженец Узгенского района, шестой год занимается этим видом спорта. Я пять раз закинул козла в Тайхазан, моего скакуна, зовут Бойко, он помог мне. Соперники были очень сильные, они по возрасту и по телосложению больше и крупнее нас, но мы хорошо подготовились. По возрасту казахская команда была старше и опытнее. Откровенно говоря, наша команда плохо подготовилась. Мы до последнего думали, что не приедем, потому что все средства государства были направлены на алимпиаду и не было сборов. Следующим героем сегодняшнего состязания стал 27-летний Улан Наскеев, который более 10 лет занимается кокберрю. Он трижды закинул улак в котел казахов. Игра прошла хорошо, никто не получил травму, даже для нас это было интересно. В 2013 году мы играли с казахами, но там удаляли наших спортсменов и потому сегодня мы максимально старались играть честно. Три года назад в Астане на чемпионате Азии меня удалили на пять минут. Тогда на нас было давление и мы показали честную игру и старались победить с большим отрывом, чтобы доказать, что кокберрю – это кыргызская игра. Надеюсь, братья казахи поняли это. Всего в этих состязаниях приняли участие семь команд. Не приехали спортсмены из Узбекистана, Таджикистана, Алтая. Но фаворитами по кокберрю считаются именно кыргызские и казахские джигиты. Я рад тем, что наша сборная Кыргызстана выиграла и доказала, что игра кокберрю является нашей игрой. И плюс к этому должны присоединиться другие страны, кочевые народы. Поэтому наши предки играли эту игру и мы будем в дальнейшем развивать, играть. Кыргызстан, Кыргызстан, Кыргызстан. Сегодняшняя встреча показала, что в кокберрю играют настоящие кочевники. Она требует не только силы, ловкости, знания техники, но и прежде всего уважения противника и благородства. Кыргызская команда в честной игре показала свое превосходство над соперником.